Всем привет! 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 С Рождеством вас! В сегодняшнем рождественском выпуске хочу рассказать вам о финских рождественских традициях, о том, как празднуют Рождество в Хельсинки и показать вам рождественские Хельсинки 2020. К сожалению, в этом году посетить туристические Хельсинки по туристической визе из-за корона эпидемии нельзя. Туризм, к сожалению, пока еще остается запрещенным, поэтому хочу показать вам онлайн Рождество в Хельсинки. Ну что, поехали! Рождество считается в Финляндии главным праздником в году. Подготовка к празднику начинается за много недель до его начала. В ноябре город погружаются в темноту до марта, потому зажигать город начинают с ноября. Улицы украшают яркими гирляндами, перед входом в дома ставят свечи и подсвечники. Окна и витрины украшают рождественскими звездами, подсвечниками, разноцветными лампочками и ангелочками. Вот это витрина на центральной улице Хельсинки. Каждый год здесь устанавливают разную инсталляцию, и это все время какая-то инсталляция связана с Йолупуке, с Рождеством, и инсталляция это всегда очень красивая. Традиционные финские рождественские украшения это химели. Химели это подвешенные украшения из соломы. Из соломы делают игрушки и традиционного финского козлика Йолупу. С давних времен считается, что солома приносит в дом достаток и благополучие. Химели раньше плели молодые девушки в сауне на Рождество и назывались эти посиделки дамским Рождеством. Почему в сауне? Потому что там теплый и влажный воздух, который не позволял соломе ломаться. В этот волшебный вечер многие, особенно дети, с нетерпением ждут прихода Санта Клауса, которого в Финляндии зовут Йолупуке, что дословно означает «рождественский козел», который пришел сюда из языческих традиций и времен, так как в Финляндии существовала легенда о козле по имени Йоль, который был страшным и требовал от людей подарки, но сам их никому не дарил. Со временем козел перевоспитался и сам стал дарить подарки. Однако имя козла так и осталось в рождественской истории Финляндии Йолупуке. Когда сказочный дед приходит в дом с мешком, он спрашивает, живут ли там дети. Затем он, конечно, спрашивает, хорошо ли они вели себя в течение всего года и дарит подарки. Твоё луа! Что там? Что там? Вау! Что это такое? Так, мы подошли поближе, и вот мы видим здесь в каждом окне горят разные циферки. По традиции эти окна зажигались, ну там сколько дней оставалось до Рождества? 24, 23, 18. И вот так вот они загорались в той последовательности, сколько оставалось дней до Рождества. Но сегодня Рождество, и горят все окна. Спива Йолу с Рождеством. В финской традиции считается, что рождественский период начинается в день рождения Святого Фомы 21 декабря и продолжается до дня Святого Кнута 13 января. Раньше Финляндия отмечала праздник Йолу, день зимнего солнцестояния 21 декабря. Праздник света и тепла. Позже этот праздник был объединен с Рождеством, который стали отмечать в ночь с 24 на 25 декабря. Рождество в Финляндии – это мирный день. В Турку, в полдень Сочельника, многие горожане приходят на главную площадь, где ровно в 12 выступает мэр города. Он торжественно объявляет начало Рождественского мира. После его речи старинные колокола собора Турку бьют 12 раз. Вот с этого момента все должны прекратить работу и отправиться домой, чтобы праздновать. Традиция объявления Рождественского мира началась в средние века, точнее в 13 веке, когда во время войны Рождественский мир был одной из мерой прекращения конфликтов сроком на 20 дней, и его объявлял король ровно в 12 часов в канун Рождества. Эта традиция работает и сегодня. После 12 часов дня в городе не работает ничего. Замирает буквально все. На улицах очень сложно встретить людей. Как видите, улицы пустые, никого нет. Очень редко проезжают какие-то машины, и то это, скорее всего, люди, опаздывающие на празднование Рождества. Все закрыто, транспорт замирает. Наступает мирная тишина. Раньше можно было встретить туристов в поисках чего покушать и где отметить Рождество, но в Финляндии его отмечают только дома. Это всегда огромный сюрприз для всех приезжающих туристов. И так мы пришли в круглосуточный магазин посмотреть, что там происходит сегодня. Пошли смотреть. Вот такой вот вход. Шарики. И посыпки. И посыпки. Ах ты. Пошли. Итак, ну, как и говорили, все закрыто. Сюда никто не работает, но люди чуть-чуть есть. Посмотрим на пустой торговый центр. Слушай, не работает ничего. Это тоже особенность Финляндии, особенность Фельдии. Мы поддерживаем традиции мира. Магазины Алка. Алкоголь. Закрыто. Они работали, по-моему, сегодня только до 10 утра. Ага. Дальше все закрыто. И вот он единственный круглосуточный магазин. Пошли. И посмотрим, там есть подарки. У нас все маски. Вот такой вот интересный вариант. Цветы с рождественскими. Там блестящий. Да. Многие финны в канун Рождества обязательно идут в сауну. Прогревание сауны на Рождество – древний обычай в Финляндии. Среди сельского населения считалось, что духи мертвых предков приходили купаться в сауне после захода солнца. В любом случае, финны считают, что нужно встречать Рождество чистым. За рождественский ужин обычно садятся ранним вечером после сауны. Пытается, что этот ужин должен быть самым лучшим в году, так как с исторических времен он символизирует достаток и успех наступающего года. Основное и непременное блюдо на столе – свиная ножка, подаваемая с картофельным пюре, которое традиционно запекается в коробках в духовке. Традиционным блюдом в этот праздничный день также считаются три вида овощной запеканки – из брюквы, моркови и картофеля. Овощи запекают в фольге в духовке. Обычно также готовят лосося в сливках, а некоторые предпочитают индейку. Из напитков – это, конечно же, традиционные финские глёги. По вкусу он очень напоминает глинтвейн, но это безалкогольный напиток из ягод и пряностей. По желанию, туда можно добавить ром или коньяк, или еще чего-то для согрева. Еще одна традиция на Рождество – рождественское послание друзьям и близким. До сих пор финны обмениваются открытками, дети делают открытки в садиках и в школах. Мне пришла открытка от людей, которых я и не знаю вовсе. Оказывается, подобным образом финны делают пожертвования и поздравляют людей вокруг. Все деньги от стоимости открыток идут на пожертвования онкобольным, подросткам и детям-сиротам. Дома украшаются по-разному, и каждый способ имеет свою историю. Например, венки на входной двери означают, что в этом доме рады гостям. Также дома украшают цветами. С 19 века самые распространенные цветы на Рождество были тюльпаны и гиацинты. Затем появились рождественские бегонии, морозник и молочай. Сегодня в Финляндии рождественским цветком является пуансеттия. Это вифлеемская звезда, потому что цветет она как раз на Рождество, а ее цветы по форме напоминают звезду. Подготовка к Рождеству не только внешне, но и внутренне. Финные вспоминают об ушедших родных, прощают обиды и надеются на лучшее. Ну и я надеюсь на лучшее. Желаю вам хорошего Нового года и Рождества. Следите за нашими выпусками, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки этому видео если оно вам понравилось. Пишите в комментариях еще с какими финскими традициями вам приходилось сталкиваться или о каких традициях вы слышали и хотели бы на это посмотреть. Мы снимем это в следующем нашем рождественском выпуске в следующем году. Всем удачи и еще раз с Рождеством! Всем пока-пока! Всем пока-пока! Всем пока-пока! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Всем пока-пока!